Однажды одна женщина обратилась к шайтану, дьяволу. Сможешь ли ты развести с женой одного мужчину? Мужчина работал портным, жил своей жизнью и никому не мешал. Шайтан ответил, что это проще простого. И начал внушать портному, пока ты на работе к твоей жене приходит молодой парень, и она изменяет тебе. Портной был религиозным человеком. Он любил и доверял своей жене, и он отгонял эти мысли и никак не реагировал на шайтана, когда он шептал ему на уши. Итак, шайтан признал свое поражение. У него крепкий иман, и я не могу даже подойти к нему. Женщина сказала, смотри, как надо, и пошла к портному. Вы мне помогите, пожалуйста, выбрать кусок материала для платка женщине. Мой непутевый сын влюбился в замужнюю женщину и хочет ей оказать внимание, подарить что-нибудь. Портной, улыбнувшись, отмерил кусок материала и дал женщине. Женщина пошла прямо к дому портного и постучалась, открыла его жена, и женщина спросила, можно ли совершить намаз, так как домой не успеваю, а время намаза уже на исходе. Хозяйка дома впустила ее, и женщина незаметно подкинула материал в спальню к портному. Вечером, вернувшись домой, портному случайно попался тот самый материал, что он дал женщине днем. И он вспомнил все, что ему шайтан на уши наговаривал. И в гневе дал развод жене. Женщина говорит шайтану, видишь, как легко. Шайтан был в шоке от коварства женщины. Женщина спрашивает у шайтана, а сможешь ли ты помирить их? Шайтан медленно, молча покачал головой. После увиденного шайтан стал сомневаться в своем превосходстве перед женщиной. И тогда женщина говорит, смотри, как надо. И пришла опять на работу к портному. Портной сразу узнал ее, и с презрением посмотрел на нее. И она говорит, ты бы не смог дать мне еще один кусок материала, так как я вчера зашла в один дом, чтоб совершить намаз, и забыла там свой сверток. Там меня встретила такая хорошая и гостеприимная женщина, и мне неудобно из-за этого куска идти к ней и тревожить ее. Портной от услышанного был в шоке. И схватившись за голову, он в слезах бросился домой, оставив женщину на месте. Поистине, если у женщины нету имана, веры, то она хуже шайтана. И сам шайтан боится женщину без имана, веры.